всем привет и добро пожаловать в очередной выпуск news блок крипто на канале крипто комманс сегодня вы узнаете как всегда самые важные и горячие новости из крипто мира которые вам помогут правильно двигаться и не заблудиться в этом сложном и одновременно очень интересном мире а чтобы всегда оставаться в авангарде этих событий подпишитесь на самый лучший канал в русском крипто сообществе который мы делаем для вас жмите лайк и переходим к новостям и так сегодня в выпуске у правительства сша образовались рекордные накопления биткоинов время фондовых бирж сек продолжает встречи по bitcoin и т.ф. интервью на bloomberg тв председатель морган стэнли джеймс горман рассказывает об инвестиции в биткоин взлом месяца грамма стратегис потеряла почти три с половиной миллиона долларов и завершит наш выпуск обзор рынка от кевина свенсона оставайтесь нами и так накопление биткоина у правительства сша выросли до рекордных 8,3 миллиарда долларов опередив micro strategy несомненно micro strategy является крупнейшим корпоративным игроком с крупнейшими криптоактивами однако правительство сша располагает еще большим запасом биткоинов изъятых по печально известным делам в прошлом месяце у сил крот правительство сша конфисковала в общей сложности 70 тысяч биткоинов но основной скачок биткоин запасах вызван действиями предпринятыми властями в период с ноября 2020 по 2022 год за это время три независимые друг от друга дело привели к раскрытию и конфискации 207 тысяч 189 биткоинов для сравнения micro strategy обладает 189 тысячами 150 биткоинами приобретенными примерно за 5 и 9 десятых миллиарда долларов но продолжает работать над приобретением еще большего количества примечательно что из изъятых биткоинов на сегодняшний день продано менее 5 процентов но еще более примечательно визуализация данных по продажам эти биткоинов этот график показывает время количество и сумму на которую были проданы правительством сша изъятые биткоины обратите внимание как много биткоинов продавалось 14 по 16 годы а затем продажи становились все реже и реже и хоть с одной стороны можно сказать что правительство сша трейдер так себе с другой можно определенно утверждать что это и есть настоящие ход леры и как бы вы не относились к теориям заговоров наверняка можно сказать что правительство сша уж точно что-то знает если уж она так активно ходит то нам с вами наверняка есть смысл прислушаться к этому не финансовому совету сек встречается с фондовыми биржами в преддверии одобрения bitcoin и т.ф. по данным fox бизнес комиссия по ценным бумагам и биржам сша сек близко к одобрению нескольких спутовых биржевых фондов и т.ф. для биткоина сообщается что в ходе серии важных встреч проведенных с крупными фондовыми биржами включая нью-йоркскую фондовую биржу nasdaq и чикагскую биржу опционов всех завершает рассмотрение заявок на долгожданные спотовые биржевые фонды биткоин или и т.ф. хотя окончательное решение еще не принято инсайдеры полагают что агентство может начать уведомлять эмитентов о своем одобрении уже в эту пятницу то есть уже сегодня аналитики эмитенты и т.ф. сохраняют оптимизм ожидая положительного решения сек не позднее 10 января так что запасаемся попкорном а на случай одобрения т.ф. хорошо бы иметь и бутылочку шампанского но дорогой зритель не забывай самого главного речь идет про крипто рынок а в нем может быть действительно все что угодно но разве ходлер и не оптимисты ведь правда продолжает наш выпуск короткая выдержка из интервью уже покидающего свой пост председателя морган стэнли джеймса гормана в котором он рассказывает ведущей bloomberg т.в. сона ли басок свое видение биткоина вы считаете биткоин хорошей инвестицией я никогда не был знаете никогда не понимал на самом деле ценности биткоина как инструменты для сохранения стоимости другие же напротив заработали на этом много денег однажды я пошутил что хотел бы купить его по 60 долларов и рад что не купил по 60 тысяч он очевидно спекулятивной и я думаю что в финансовой структуре богатых людей он должен играть очень маленькую роль из-за своей чрезмерной спекулятивности и большой волатильности и опять же ему предстоит пройти через огромные изменения в регуляторном законодательстве и классических изменениях самой индустрии которые мы видели но биткоин никуда не денется это не прихоть или считаю что это не основа для инвестиций это спекулятивный актив которых при огромное количество и так что мы здесь слышим и какие выводы можем сделать топ-менеджер одной из крупнейших финансовых компаний мира проработавшие в ней более 18 лет в управляющей должности говорит что биткоин никуда не уйдет хотя этот актив является в высшей степени спекулятивной более того он говорит такие фразы как не основа для инвестиций то есть допуская инвестирование хоть и не в ключевых объемах а помнишь ли ты наш дорогой зритель что говорили подобные финансовые монстры как джеймс горман о биткоине лет пять назад если нет то я напомню нарратив был примерно такой биткоин это финансовая пирамида а все крипто это чистейший скам инструменты для грязных денег он скоро вымрет и это не перспективно в то время еще были очень популярны биткоин некрология так вот менее чем за 10 лет тонн изменился с резко отрицательного до осторожного а тем временем капитализация этого актива изменилась примерно с никакой до почти триллиона и сейчас джеймс горман говорит что рад что не покупал биткоин по 60 тысяч и жалеет что не купил по 60 долларов но примерно точно такие же разговоры были и годы назад когда при цене в 1000 долларов мы жалели что не купили его по доллару или даже по центу но напомню тебе дорогой зритель что именно так рынке и работают и именно то время когда страшно покупать является оптимальным для покупки поэтому делаем выводы сами думаем своей головой и не забываем что это не финансовый совет движемся дальше гамма страта же остановила операции после кражи 3 и 4 десятых миллиона долларов система безопасности компании гамма страта же с протокол управления ликвидностью на основе эфириум подверглась взлому первоначально потери оценивались примерно в 212 эфира на сумму около 469 тысяч долларов однако последующие оценки компании пэкшилд специализирующиеся на крипто безопасности показали что общий ущерб составил 3 и 4 десятых миллиона долларов значительная часть украденных средств на сумму 2 и 2 миллиона долларов была направлена в миксер торнадо кэш в настоящий момент подробности взлома остаются неизвестными но сама компания уверяет пользователей что их средства будут компенсированы но учитывая размер хищения а также тот факт что средства были направлены в миксер впечатление того что злоумышленник собирается вести переговоры по возвращению средств совершенно не складывается таким образом ключевым вопросом в компенсации средств пользователей остается вопрос времени и времени на это может потребоваться очень много но я совершенно уверен уважаемый зритель что среди пользователей гамма страта же с тебя не было ведь ты прекрасно осведомлен о рисках decks и дефай и не предоставляешь свои активы в пользование третьим лицам а также хранишь свои средства только на своих собственных кошельках ведь ты ответственный и внимательно смотришь наши выпуски в которых мы постоянно тебе об этом напоминаем и завершает наш выпуск обзор происходящей ситуации на рынке от кевина свенсона кевин дружище как дела расскажи нам кратко и понятно как ты всегда и делаешь что происходит и к чему нам готовиться всем привет если мы с вами посмотрим на недельный график биткоина то очевидно что мы увидим продолжающийся аптренд и при этом у нас также виден и параболический тренд конечно это не основной вывод который сейчас я делаю но просто хочу заметить что он сохраняется на самом деле на этом графике если посмотреть в левую часть мы прежде всего видим что мы преодолели сильнейшую проблему которая является зона поддержки 2021 года которая выступала зоны сопротивления вот здесь в 2023 вся эта зона формировалась в 2021 и было наибольшей проблемой для этого года у нас было два неопреодоление этой зоны но в конечном итоге мы ее преодолели а сейчас мы повторно заступаем в зону резких движений и что под этим я имею в виду если посмотреть налево здесь были крупные скачки от уровня в 30 к до уровня в 65 затем снова в 30 к и полным хоном до 69 и снова в 30 к это огромная зона скачков в которой скорее всего рынок не будет иметь остановок между этими движениями в данном диапазоне я думаю мы скорее всего заряжена пробиваться все выше и если мы посмотрим на левую часть то где наши зоны интереса на графике что ж у нас есть закрытие это недельные свечи примерно на уровне 47000 и этот уровень на мой взгляд мы скорее всего преодолеем быстро что не станет для нас большой проблемой но на мой взгляд следующая зона станет примерно над уровнем в 57 с половиной тысяч долларов и до примерно 60 тысяч сейчас эта зона для меня является зона интереса на мой взгляд эта зона представляет собой самый большой риск для имеющегося тренда конечно не обязательно что здесь что-то произойдет но если посмотреть на нее внимательно то увидим что здесь есть наибольшее количество недельных свечей закрывшихся спиной к спине рынок завершился между 57 и 60 тысяч количеством раз-два-три-четыре-пять недельных закрытий даже можно сказать шестью недельными закрытиями буквально спиной к спине прямо здесь таким образом этот диапазон больших объемов поэтому мы можем предположить что эта зона может стать зоной поддержки но если мы прорвемся выше 47000 то следующей зоной для нас станет зона 57 с половиной тысяч и на мой взгляд это станет зона в которой мы какое-то время проведем основываясь на истории этого графика не обязательно но я думаю что если все-таки мы пробьем то вероятно мы быстро преодолеем этот диапазон больших колебаний буквально до до этого кластера с закрытиями недельных свечей вот здесь эта зона для рынка может стать зоны устаканивания станет ли это зона достижения вершины вполне может быть если поломаем параболический тренд посмотрим вероятно это будет какая-то краткосрочная консолидация перед тем как образуется после халвинговой бычий забег в исторический максимум это вероятно обычно параболический тренд нарушается а потом становится еще более крупным это очень и очень обычная ситуация для параболических трендов когда один нарушается и формируется в более крупной кевин спасибо тебе за разбор ситуации и за то что подкинул пищу для мозгов ситуация определенно интересная а мой попкорн тем временем в кастрюле уже начал хлопать так что дорогой зритель желаю тебе отличного вечера ждем дальнейших новостей отсек и с нетерпением наблюдаем за развитием ситуации в рынке но при любых раскладах мы больше всего рады тому дорогой зритель что ты у нас есть а чтобы еще лучше радовалась поставь под видео лайк подпишись на канал и напиши свой бесценный комментарий ведь это очень и очень круто увидимся в следующем выпуске